Разработчики наконец-то показали, кто же будет в баннере Ху Тао и в ее оружейном баннере. Давай-давай-давай быстрее разбираться! А перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к персонажам, небольшая рекламная вставка. Скучаешь по Тауэр Механикусу? Закрыл новый остров и уже ждешь Ита и Гора в Next Patch? У меня для тебя есть интересная игра, в которой ты можешь скоротать время до выхода нового обновления. Ace Defenders. Эта ролевая игра совмещает в себе пошаговую стратегию и Tower Defense. Ну и само забой, иметь в себе RPG элементы. Для любителей лора тут тоже найдется местечко. Мир игры обладает достаточно приличной глубиной, и его будет интересно изучать. В игре уже доступны 48 различных героев из 5 фракций, и каждые 2 недели добавляются еще 2 новых. Прокачивай и одевай сильнейших и отправляй их в бой. В Ace Defenders тебя ожидает ПВЕ активности в подземельях и локациях для прокачки твоих героев. ПВП сражения против других игроков на арене и особые экспедиции. Специальный соло-режим. Если тебе не нравится медленный геймплей, то ты можешь спокойно использовать режим ускорения и экономить свое бесценное время при прохождении локаций. Для всех новичков, которые скачают игру по моей ссылке, разработчики подготовили приятный бонус в виде 10 роллов, за которые ты гарантированно получишь редкого героя. Так что самое время проверить свою удачу в Ace Defenders, если тебе не везет в геншине. Ссылку на игру ты найдешь в описании или в закрепленном сообщении. Врывайся в мир Ace Defenders и начинай свое приключение. Большое спасибо. Итак, давай перейдем непосредственно к героям. Пятизвездочный персонаж в баннере Ху Тао это, конечно же, Ху Тао. Мечта девочка-пирокопейщица, которая может своим копьем наносить огромное количество урона. Действительно, одна из сильнейших пятизвездочных героинь, которая сейчас есть в игре Genshin Impact. Единственная, конечно же, ее проблема то, что тебя заставляют играть на лоу хп. А для некоторых игроков это может быть проблемой, но тут нужно будет именно учиться, находиться на лоу хп так, чтобы не умирать. Но для этого, конечно же, есть ультимейт, который, в принципе, неплохо выхиливает саму Ху Тао в критических ситуациях. Действительно, очень хороший персонаж, которого выбивать определенно стоит. Почему пять причин, почему можно будет выбить Ху Тао, будет отдельным роликом. Поэтому да, можно ее симпить, можно просто ее обожать за механику. Действительно, очень-очень крутой персонаж. Давай перейдем к четырехзвездочным персонажам, которые там будут нас ожидать. Там у нас лежит Тома. Тома достаточно спорный персонаж получился. Его уже можно было потестировать в заданиях вместе с ним. И там он действительно такой вот спорник. И он пытался в себе совместить достаточно много ролей. Щитовик, огненный аппликатор, можно сказать, еще даже дамагер небольшой. Но по итогу все эти роли он делает слабее, чем профильные персонажи. То есть, если вам нужен щитовик, возьмите щитовика. Если вам нужен какой-то пироаппликатор, возьмите Сянлин. Если вам нужен дамагер, возьмите какого-нибудь мощного дамагера. И по итогу получается то, что, ну, спорненький молодой человек. И я бы, наверное, прямо ради того, чтобы, если вам нужен именно он, нет. Если вам для коллекции, то, конечно же, он подойдет. Все прекрасно. Дальше. Второй четырехзвездочный персонаж это Саючка. Внезапно девочка вышла совсем недавно. И вот ее вновь засовывают в баннер. Саю это машинка для сбора бабочек. Особенно для мобильных игроков. Это, в принципе, ее основная задача. Если вкратце, то это анома персонаж, который использует двуручные клинки. И при этом еще подхиливает при помощи своих пассивок. А именно как аномы персонаж, которые мы привыкли к ним. То есть, чтобы он раздевал урон и всякое подобное. Делает она это достаточно плохо. Но и в том случае, если у вас нет других киллеров. То, в принципе, да, она может выступать неплохим хило-саппортом аномы персонажем. Но нужно именно навыбивать ей созведи для того, чтобы ее ультимейт и одновременно дамажил. И одновременно хилил. А лучше, конечно, С6 на нее повыбивать. Ну и, в принципе, маленькая лоля в отряде. Это всегда приятно. Плюс один кармель ставится к любителям маленьких лолей. И последняя девочка, которая тоже у нас попадает в этот баннер. Это Диона. Диона вот это вот уже очень интересная вещь. А Диона это маленькая кошечка, которая орудует луком, крио-персонаж. И является одним из самых лучших крио-саппортов. Почему? На нее можно навешивать церемониальный лук. И она дважды может кастовать свою ешку, чем очень неплохо заливать энергию крио-персонажам. Если вы выбираете ее С6, то у нее ее поле начинает давать дополнительное мастерство стихий. В вашей команде. Это тоже очень удобно. Поэтому именно как саппорт она реально очень-очень крутая. Гораздо интереснее Ци Ци. Простите меня, Ци Ци мейнеры. Но Дионка реально гораздо круче получается. И в совокупности очень хорошая девочка. И действительно, вот ради нее этот баннер определенно стоит покрутить. Что у нас получается в итоге? Кутао мастхэв. Тома соу-соу. Саю соу-соу. Диона во. То есть у нас получается большая вероятность покрутить этот баннер. Потому что, ну как минимум, Дионка может даже неплохо работать с самой Кутао. И лично от меня, да, баннер стоит ваших примагемов. Действительно стоит покрутиться, чтобы поубивать свою замечательную вайфу. Но при этом давайте посмотрим еще и на оружейный баннер. Потому что он тоже получился очень интересным. Дело в том, что сигнатурное оружие Хутао это Хома. Посох Хомы это просто сломанная пушка, которую можно одевать почти на любого копейщика. И он будет наносить огромное количество урона. Потому что там есть скейлы от ХП. Там очень много крит урона. Там большая база. Просто муа. Просто шикарнейшая пушечка. И поэтому именно ради Хомы можно крутить оружейный баннер. То есть сначала выбивается Хутао, потом Хома, потом С1 Хутао. Это если такой прям глобальный у вас план должен быть. Но при этом разработчики решили, как в прошлый раз. В прошлый раз, к примеру, вместе с Хомой была волчья погибель. В этот раз положили сигнатурный лук на саппортов лучников. Туда положили элегию погибели. Это именно сигнатурный лук Венти. Он вышел при реране Венти. И лук действительно очень-очень хороший на саппортов, которые могут наносить урон из кармашка. А там на этом луке насакиваются стаки. И как только они насакались, они дают всей команде мастерство стихии и силу атаки. Это может делать Венти спокойно. Это может делать Ганьюй. Это может делать Фишля. Вот просто замечательно на них садиться. Да, но Фишлю это не особо сильно нужно. Но вот на козу, на саппорта козу, та, которая бьет из кармашка, и на Вентика этот лук просто будет замечательный. Четырехзвездочное оружие нам, в принципе, не особо сильно интересует. Но вот именно пятизвездочное действительно получилось очень-очень вкусным. Что по итогу у нас получается? Два охренительных баннера. Охренительный оружейный баннер и охренительный баннер самой Кутао. Крутить всем обязательно. Новичкам крутить, потому что это такой пиро-кор, сама Кутао, которая просто полезна вам в любом случае. Старичкам выбивать созвездия, выбивать Хома, если у вас еще этого не получилось. И самое главное, если ты собираешься выбивать Кутао, то обязательно приди в день выхода на прямую трансляцию. Потому что мы будем сидеть и все вместе выбивать Кутао. Я думаю, это будет очень-очень круто. У нас такая движуха, каждое обновление происходит. Если именно ты хочешь покрутить, то заходи в мой дискорд-сервер, он есть по ссылочке в описании. Там можно записаться на открытие. И именно с тобою мы тогда сядем и пооткрываем молитвы. Я думаю, похвастаться выбитой Кутао будет очень-очень круто. Поэтому, да, действительно, лично я тоже буду крутить. Я буду крутить как минимум саму Кутао и как минимум одну кому. Тут уже будем смотреть на жадность оружейного баннера. Оружейный баннер для меня пока очень-очень жадный. Ну вот, на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, Кутао тебе определенно упадет. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok